Добрый вечер! С вами Миша Лемах, компания Wolfix и еженедельный обзор WallStreet Online. Так, как я обещал, на август очень затяжные флетовые недели и вот пока первая неделя, которая более-менее начала шевелиться, есть что показать, есть что предупредить и отчасти вы сейчас видите на экранах слайды с Finvisa непосредственно недельный срез по фондовому рынку США. Также есть слайд по планете и на что стоит обратить внимание, особенно вот таблица, которая появляется массово, вернее даже секторами сбрасывают достаточно много секторов. К примеру, вот сейчас планета, Канада вся сыпется, потом Бразилия, Мексика, обратите внимание на Китай справа в углу. Единственное, кто более-менее остается еще в нейтрально-зеленой зоне, это, соответственно, самый большой колонизатор планеты, Англия, Ирландия. Сейчас вы видите слайд. Значит, по событиям, на этой неделе ставку ставил Китай и, если не ошибаюсь, Австралия на том же уровне, без изменений. Я думаю, пока Англия и США не изменят, но ставка остальные тоже не будут особо дергаться. Значит, вот смотрите, Bank of America, Citigroup, все по 5-6% просадка за неделю, все. То есть, это массовый сброс фондового рынка, потому что все акции по каждому сектору, если вы посмотрите, они будут плюс-минус там в 3-4% отклонения. То есть, причем все, без исключений. Значит, на следующей неделе, в понедельник у нас Германия по индексу деловой активности, ну так себе отчет. Британия будет отчитываться тоже по деловой активности в производственном секторе. И активность также продажи на вторичном рынке жилья, это по США, это тоже понедельник. Ну, в целом, нейтрально достаточно будет 23 августа по новостям. Вторник Германия по второму кварталу считается. Среда будет достаточно тихо, спокойно. Четверг, публикация протокола заседания Евроцентробанка по монетарной политике. Это не про изменение проценток ставок, просто как бы, как они видят, что происходит, какая инфляция. Будет интересно почитать, если вы знаете английский. Значит, США, второй квартал ВВБ. Прошлый был 6,5, планируется, что будет на 0,2 больше. Скорее всего, так и отчитается. Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Ну, в общем, ситуация с безработными. Чем их меньше, тем лучше ситуация в экономике. Люди находят рабочие места. И если их стало больше, соответственно, экономика идет вниз. И ухудшается ситуация. Ну, в принципе, я вам уже свою позицию рассказал, касаемо этого отчета. Итак, начнем мы с еще пары слайдов. Сейчас, значит, банковский сектор, капиталы, то есть весь финсектор уже как бы сбросили. Также сброс идет по сектору машиностроения. То есть очень важны фундаментальные сектора, которые, ну, вот, в пирамиде маслов, грубо говоря, там, первая-вторая ступень, они все ушли в минус. То есть там на плаву Microsoft и зеленая зона – это все, что касается таблеток, производства таблеток с разных вакцин и все, что вокруг этого строится. То есть, судя по всему, закупают акции, так как осенью планируют еще какую-то бяку запустить по всей планете. Вот. И, соответственно, на этом заработать. А все стаки, которые на пике, их все сбрасывают. Причем, если вы зайдете на Finviz в раздел Insider, там на этой неделе сброс такой пакетный, причем большими пакетами. В компании Zoom, которая производит не только видеотрансляцию, вот, программу, там она, на самом деле, большой спектр именно онлайн-продаж, маркетинг, B2B и так далее. Зайдите, изучите. То есть их сбрасывают там прям хорошенько на пике. Также сброс Facebook, там Zuckerberg конкретно сбросил. Потом идет, что еще такое примечательное, сейчас прям не вспомню. Ну, в общем, там также есть подтверждение тому, что сброс идет. Energy сектор тоже весь ушел в минус. Значит, по планете практически все страны, без исключения даже Австралия, Япония, Китай, Индия, Тайвань, все в красной зоне, особенно Чайна. Значит, Ирландия и Англия, только более-менее там есть какие-то живые сектора. Все остальные как бы ушли. И причем в каждой стране именно банковский сектор очень и очень хорошо выделяется. Tesla, кстати, обратите внимание, с их ними. И производство чипов для компьютеров, непосредственно процессоров тоже все в красной зоне. То есть, вроде бы, как это, в эпоху криптобирж и криптовалют эти в компании должны всегда быть. Но, видимо, на пиках сейчас сбрасывают. И вот список всех банков, от JP Morgan до Santa Dior, все в красной зоне. Так, это региональные банки. Итак, начнем с нефти. Значит, это биточек, селька. Значит, нефть начала снижение до 64-й. Причем, сейчас, одну секунду. Графику неправильно выстроим. Это склейка. Мы здесь сейчас просмотрим объем. Значит, снижение идет также с увеличением ликвидности. Это вполне рабочий процесс. То есть, чем ниже цена, тем больше появляется байеров. И селлером нужно больше перекрыть ликвидности, для того, чтобы удержать контроль цены. Значит, есть по открытому интересу также. Начался контракт октябрьский. Сейчас мы еще включим отдельно его. Неделя пока идет у минимума. То есть, не могут успокоиться продавцы. По дельте у нас выглядит все вот так. Ударная сессия была 18 числа. Там порядком почти 6,5 дисбаланс. Также отметил для вас крупный биг трейд. То есть, большие точечные сделки. И непосредственно с этого момента началось движение с трех шестерок. Такой заколдованный уровень. До 63-й отметки. Диапазон нитро. Это как бы нейтральная территория. Пока цена в этом диапазоне, либо ниже, покупать точно не стоит. Очень осторожно. Если вы планируете контртрендово зайти на покупку, то вас ожидает еще небольшой диапазон сопротивления возле 66-й. Вот здесь будьте осторожны, аккуратны и следите в оба. В целом, весь этот диапазон на продажах, но они там не так сильно выделяются в объемном сравнении. Больше уже было размещено здесь. Плюс тут также было продажи еще в начале августа нанесу. И дальше еще 65,2, 65,1, 65. Вот здесь еще есть островок больших шертов. Если у байеров не получится в следующей неделе вытолкнуть за нитро, либо же даже хотя бы за уровень четверга, дело плохо. То есть, покупать точно не стоит. Плюс вы видите, с пяти сессий 4 на продажу. И в прошлой неделе также было практически все на продажу. Этот активный продавец, фактически с конца июля, как начали, буквально три сессии вы видите. Это по большей степени фиксация именно продаж. Вот это, вот это, то есть пофиксились. В случае, если на неделе следующий, это сценарий, при котором будет объективно неплохо присмотреться к покупкам, к возможному росту цены. Если все-таки вытолкнут байеры цену хотя бы до 3-х шестерок, желательно за вот этот диапазон сопротивления, вы видите, здесь достаточно большой пласт покупок. Отчасти здесь он сформирован за счет фиксации продаж, при этом и при этом тренде. То есть, здесь фиксировались продажи и они фиксировались покупками. Поэтому желательно уже прицеливаться на покупку среднесрочно. Это не выше 68-й, не раньше. То есть, вот эти цены, которые с большими дельтами на бай, например, у нас получается 65,2-65,25 отмечены благодаря вот этим двум точечным крупным покупкам. Тут тоже большой пласт байеров был, но этот уровень уже пробили два раза. Поэтому возврат в этот диапазон, то есть, это уже хороший сигнал. Но желательно дождаться, когда выйдут за 67,8. То есть, возврат в этот диапазон, неплохой сигнал для возможного возобновления тренда на покупку. В конце августа уже начнется сентябрь, и это уже фактически начало холодного сезона. То есть, заказы на поставку газа, угля, нефти уже будут, уже формируются. То есть, уже идут заказы, все готовятся перед зимой. Плюс прошлая зима была достаточно такая коварная. Некоторые регионы было прям больше осадков и меньше, ниже температуры, чем ожидалось, в том числе Германия, ну и ближайшие страны. Они очень получили хороший опыт, при котором не вся альтернативная энергетика будет эффективна в зимний период. То есть, солнечная и ветроэнергетика при больших морозах и снегопадах, она просто выходит из строя. Соответственно, там Германия, если не ошибаюсь, 25% электролизации именно альтернативными источниками энергии. Самая хорошая КПД и более-менее рабочая система, такая надежная, это гидроэлектростанции. Все речки, которые могут такую энергетику, энергию давать, они, в принципе, все уже обустроены и используются. Так, значит, при сценарии на продажу вполне ожидаемый коррекционный момент, то есть, вот уровень сопротивления 65,8, в принципе, там могут еще пощупать цены, потестить и потом уйти еще ниже. Пока, как бы, хороших маяков на то, что сейчас будем разворачиваться на бай, нету, поэтому точно спешить с покупками не стоит. Вот, чисто спекулятивно, давайте сейчас еще посмотрим чисто, ну вот, информацию только без клики, то есть, грубо говоря, именно октябрьский контракт. Сейчас вам покажу, какие объемы там сейчас уже идут. Вот буквально два дня с объемом там выше 300к, то есть, это вот четверг и среда. Пятница пока 200 тонн, но пока еще не вечером, могут еще набросать. То есть, вот эти две ключевые сессии, мы сейчас посмотрим срез по объему два ядра у этой недели, у трех шестерок первое ядро и второе ядро сейчас четверг-пятница. Вот, диапазон непосредственно отмечен под нитро. Вот этот коридор у нас, диапазон байеров, вот три шестерки, 64, 40, 67, это вот именно второе ядро. И срез теперь по дельте. Дельта у нас вот, очень большой диапазон с 64 по 65,3, и все на продавцах. Вот можно смело брать этот коридор в качестве очень небезопасного уровня для байеров. То есть, здесь могут повторно остановить цену и даже еще дозагрузиться. Значит, идем дальше. Перед вами корреляция индекса РТС и нефть, CL, белый график, вот этот, это РТС, а это CL. Итак, мы видим с вами, что начиная с 3 и 4 августа началась раскорреляция, то есть, их корреляция вот так выглядит примерно, а потом они ушли немножко в разные стороны. То есть, CL до локального экстремума уже пришел 9 числа, индекс РТС до этой же точки уже не вернулся. Соответственно, все, что фактически выше 165 происходило, это все уже было лишнее, можно было прицеливаться на продажу, начиная там с 13, 16, 17 числа, ну, вплоть до 18. Открытый интерес рос как раз до 18 числа, потом начали все, кто заметил, что начала нефть явно идти уже не вровень с индексом РТС, начали сбрасывать, открытый интерес пошел на снижение. Плюс очень близко уже экспирация, буквально 3 недели осталось, и на пике, на самой верхушке по контракту грех не сбросить позиции. Значит, по дельте там, вот, начиная с 18 числа, в принципе, все на шортах. Сейчас вам покажу. Вот. Активность на продажу, особенно вот сегодня и вчера, была очень высокая. Соответственно, индекс РТС явно не стоит сейчас трогать, именно на покупку, пока подождите, индекс РТС, сентябрьский контракт, вот, уже на классном графике, по открытому интересу покупали, открывали позиции, все было тип-топ. Начали фиксировать, пошла дельта на шорт, причем, обратите внимание, 3 дня подряд по 488, 75 и 393 тонны дельта. Это дельта, разница между объемом ликвидности байеров и селлеров. То есть, если сравнить отдельно селл ликвидность и бай ликвидность, то вот разница будет та, которая вам рассказала. То есть, вот она идет в режиме дельта уже. То есть, из 5 сессий, 4 на шорт, самая крупная это среда, четверг и пятница. Также, прошу заметить, что вот такие точечные крупные сделки на 158, потом ушел на рост. То же самое, на самом минимуме 11 числа бай ушли на рост. То же самое было 7, вернее, 8 июля бай. Вот эта точка зеленая, это как раз точечные большие крупные трейды. В общем, тренд явно уже на этом контракте на рост зафиксирован. Вот эти 3 сессии тому подтверждение. Точно покупать сейчас не стоит, возможно, какой-то коррекционный момент будет небольшой. Но, если вы простояли всю эту покупку, лучше не лезть, лучше не трогать. Значит, платформа у нас, ядро как раз в районе 162,5 по 163,500. То есть, весь этот коридор, ядро контракта. Сброс очевидный, ожидаемый, поэтому тут 163,500 можно вот этот биктрейд взять в качестве уровня сопротивления. Ценник сейчас ниже диапазона продаж. Вот у нас берем 162,700, 163,200. Неделя, давайте посмотрим срез по объему. Обратите внимание, что ядро недели находится на самом хае. То есть, как говорится, еще не вечер. И коррекция как раз до этого ядра вполне может быть и не исключена. Мы как раз вернулись до WP, то средневзвешенная цена. И тут уже будет видно, касаемо Афганистана и остальных всех мировых событий, которые сейчас происходят. Ну, в любом случае, 163,500, 164,500, коридор за байерами очень неплохо отображен. И по дельте мы видим с вами, что продавцы как раз вот 162,700, 163 и ниже. То есть, они готовы пошуртить даже ниже 162. Ну, а байеров тут как бы не так и много оказывается в ближайшие коридоры. То есть, в принципе, коридор именно байеров был вот в эту неделю большой. В общем, продавать после коррекции, если коррекционный момент будет там до 165,000, либо же 164,500. Ну, а покупать сейчас ситуация не самая лучшая. Нефть вниз, Афганистан и так далее, это все сейчас не из руки. На золоте, после двухнедельного небольшого роста, после такого большого снижения, значит, ядро у нас пока на 18,10, вернее, 18,12 плюс-минус 4 доллара от этого уровня. Что стоит заметить, по ходу движения на байер, отмечены биг трейды крупные, 17,60, с половиной, потом 17,76 и 17,86, 85, простите. То есть, вот эти два уровня покупку вполне сейчас идут в качестве поддержки. В принципе, если удержат, могут эти байеры еще толкнуть цену выше. Золото сейчас в ожидании. То есть, в принципе, я думаю, что при большом сбросе фондового рынка зачастую, то есть, с 2007 года, наблюдая за этим процессом, они бывают не так, это не каждый, не ежедневные моменты, но когда идет массовый сброс фондового рынка, то есть, они фиксируют вот эту вот, из воздуха полученную прибыль, по сути, то есть, вкачка мыльного пузыря, напечатание, печатание большого количества денег и вброс именно в акции. Соответственно, сейчас фиксируется прибыль и во избежание рисков, соответственно, покупается вечно ценное, вечно нужное и необходимое золото. То есть, как хранилище, либо же такое, никогда не обесценится, возможно, даже в этом случае. То есть, это очень процесс. Прям вот, если начинает расти золото, фондовый рынок падает, это оно. Это значит, все правильно вы видите. Поэтому, удерживать 17.79, 17.85 вполне может быть немножко сброс топорей, и это даже будет неплохо. То есть, можно будет запрыгнуть на покупку при дальнейшем сбросе фондового рынка. Если же пробивает 17.79, ну, соответственно, уровни 17.95, 18.00, тут тоже много селлеров было. То есть, вот уровень сопротивления и уровень поддержки очень близко находится. Это было золото. Итак, биток в августе начал все-таки расти. Июль был очень и очень тихий, спокойный. Судя по всему, они отдыхали все криптотрейдеры. И, соответственно, начали появляться битрейды, то есть, точечные крупные сделки. Вот такая сейчас ликвидность идет в последние несколько недель в районе 3-5 тонн оборотов. Вот даже есть 6 на этой неделе, это было вчера. Значит, тут замечен битрейды, то есть, локально точечные крупные сделки. Объемный анализ именно под этой заточен, чтобы получать информацию о том, что, когда и по какой цене делают крупные игроки. Вот, собственно, эти зеленые стрелочки указывают на те точки, где есть большие битрейды, ну, крупные трейды. Особенно обратите внимание на уровень ниже 30, ну, вот под 30 тысяч. Два битрейда и ушли, все, больше они туда не возвращались. Тут тоже два битрейда, тестируют, защитили, снова битрейд набросали на покупку. По дельте у нас 181 было вчера. Дельта, это дельта, и выше 150 уже, как бы, начинает котировочка реагировать на этот дисбаланс. То есть, в процентном соотношении, там, невысокий процент. По открытому интересу пока фиксируется, потому что до 48 дошли с 30, и это вполне нормально, вполне ожидаемо. То есть, фиксация, но она была не столь критична. То есть, видите, они фактически без изменений. Вот этот рост идет без изменений и без особого притока объема, кроме четверга. То есть, в целом, как бы, если вы здесь не затарились на 43-й, 44-й, вернее, 43-й по практически 45-ю, не беда. Вполне могут еще вернуться, протестировать, так как и WP у нас идет в районе 44-й, это месячный. И конец контракта уже, по сути, на нас у каких-то больших вливаний мы не видим. То есть, она идет в рамках средней ликвидности. Сейчас активность по BTC – это цемешная котировка, наиболее, как бы, более регулируемая и следящая. То есть, здесь, как бы, хотя бы есть управляющий и контролирующий орган. А вот, соответственно, вот такая у нас ситуация. То есть, 31-я, даже 31,5 по 34,5 – это все ядро контракта. И ступенчато, как вы видите, идут без промедления. Я думаю, ближе к сентябрю активность будет увеличиваться. Вот это основные пласты, где были проторговки. И, соответственно, даже если будет коррекция, желательно, чтобы не ниже 41-й. То есть, тогда может быть еще рост. Ну и рост объема будет только на РАП. Сейчас пока его не сильно много, но в сентябрю появится больше. Да, забыл добавить. Когда я рассказывал про Finviz Insider, лист именно крупных, где отчитываются крупные держатели пакетов акций, директора, ЦО и так далее. Там есть сброс неплохой, причем не один. Coinbase компании, сброс пакетного, пакетный сброс акций. И возьмите это на заметочку. Причем там серьезный сброс, посмотрите сами. Ну и в руках же без рубля. Итак, перед вами сейчас фичерный контракт. Ликвидность потихонечку более-менее шевелится. 2,8, но в принципе на прошлых неделях, в августе, в конце июля было еще ниже ликвидность. Значит, 73-е осталось нетронутой. Сейчас мы поменяем. Это опционные уровни. Да, кстати, давайте я вам покажу их. Вы зафиксируйте себе. Значит, у нас тут имеется 75-е и огромнейший такой на 79-е или 80-е. Сейчас не получается установить цену. Вот такой расклад по отцовушкам. Да, да, 80-е. И вот эти два уровня. Ну, это в принципе предсказуемо. Это не сильно облегчило наш трейдинг. Так, значит, смотрите. Неделя идет динамично очень. Ликвидность потихонечку появляется. Не сильно резко, но плавненько идут, идут, идут на рост. Значит, рост позиций, открытие позиций было 16 и 19 числа. Соответственно, сброс позиций вернул, по сути, к состоянию. То есть, количество позиций вернули сброс сегодня до прошлой пятницы. То есть, 13 числа было 3,9. На эту пятницу 3,6, даже меньше. Все, что здесь открывали в течение недели, закрыли даже больше, чем было на начале понедельника. Поэтому этот рост был с фиксациями. Вот эти фиксации, в принципе, вот у нас большой Big Sale и Big Buy у нас был на самом минимуме. Две точки купили и там продали. Давайте посмотрим по дельте. Значит, все 5 сессий на покупку, даже с учетом сброса позиций, все равно 20 числа у нас дельта на buy. А это говорит о том, что еще, возможно, будут дальше толкать этот рост. При, что я хотел еще показать, дельта процента у нас получается 8, 4, 5 и 4. То есть, он, в принципе, еще не падает, дисбаланс. По недельному срезу у нас получается 2 ядра, в принципе, как во многих, на многих инструментах, к 73900-73700. И второе ядро у нас начинается с 74500 по 74700. И по дельте срез, как вы видите, все на buy, начиная с 73900. Все на покупку, даже с 7400. Ну и 74500, 74700 тоже диапазон на buy. Если котировка не сможет упасть ниже 74500, покупкам еще быть и пока еще не спешите шортить. Но ценник пока очень осторожно подошел до 74700-74800. Это диапазон таких неплохих продаж, которые еще тянутся с июля. И там может произойти бы далее. В принципе, тут коридор до 7500 вполне открыт на защиту со стороны продавцов. Возьмите это на заметку. Ближе к концу августа явно начнут сбрасывать позиции те, кто, допустим, начали этот рост. Посмотрим, как они это будут активно, неактивно делать. И, значит, у нас получается раз, два, три, четыре, пять подряд дней на buy. То есть, в принципе, на продажу было тоже порядком пяти сессий подряд. Вот такая вот активность на рубли. Сейчас мы посмотрим спот для более чистой картины. Да, я тут отметил уровень поддержки, который еще в начале августа сформировали в районе 73-й. И вот так все-таки не пробили. Даже успели протестировать. В районе 13-го числа, как раз, пятница, 13-й было. Видовую пись здесь проходит. Все аккуратно по схеме, как должно быть в объемном анализе. Блок второй, который точно стоит взять. Вот поддержка. Обратите внимание, здесь практически основная часть, преобладающая часть агрессоров на покупку. Вот этот пласт тоже стоит взять в качестве поддержки. Это 73,5, 73,55 и 73,35. Значит, что стоит также заметить. Это не так часто происходит на споте. Это практически еще чуть-чуть и был бы гэп. Редко, когда гэпы простреливают на споте. Именно по рублю в томик. Но обратите на это внимание. И дельта. Дельта вся на покупку. Причем она увеличивается с каждым последующим расширением. То есть у нас 400, 282 и 183 за счет того, что пятница сбросили. Вот у нас точки, где хотя бы были какие-то продавцы отмечены. Вот здесь. И все. То есть в целом объем на рост начинает, продолжение роста только увеличивается. Это как раз хороший показатель для тенденции. То есть тенденция с увеличением ликвидности – это топливо, которое еще может дальше толкать цену. И тут начинается 75, уже чисто технически важный уровень. Посмотрим. Ну, тут точно задержится, пока минимум хотя бы на следующей неделе. Дальше уже будем смотреть, как будет 75 работать. Я думаю, пока они туда подойдут и разберутся с этим уровнем. Как раз уже будет конец августа и, в принципе, начало бизнес-сезона. Так что уровень поддержки отметить. И вот этот диапазон 73,85 по 73,55 тоже возьмите на заметку, очень плотно. Так что байеры и на фичей на споте, в принципе, информация сходится. Напоследок S&P. S&P у нас в начале обзора я указал на то, что фондовый рынок, особенно финсектор, уже начали пакет полностью сбрасывать. Ну, не полностью, а имеется в виду, что весь сектор ушел в минус. То есть промышленность, энергетический сектор начинает сбрасывать. То есть даже Ворона Баффета, компания тоже ушла в минус. Intel в минусе. Там только Microsoft на плаву. Даже Elon Musk со своей Теслой тоже ушел в минус. На планете в плюсе, в зеленой зоне пока... Вот за ней средства – это сводка за неделю, за последнюю вот эту текущую неделю. Британия и Ирландия, то есть, ну, те, чьи колонии планеты. Все остальные в красной зоне, особенно Китай и Япония, также в красной зоне, там, Бразилия, Мексика, соответственно, и Канада. Даже Канада практически вся там, все сектора затронуты. Единственная сектора, которая сейчас в зеленой зоне – это фарма, био, таблетки и так далее. И, соответственно, все, что вокруг этого строится. Судя по всему, стоит ожидать в сентябре, ну, может, не в сентябре, а осенью, повторную пандемию, локдауны и массовую вакцинацию, соответственно, чтобы немножко, как бы, урегулировать население планеты и всех успокоить. Будьте осторожны, делайте выводы самостоятельно. С вами был Миша. До следующего обзора. До свидания. Пока. Пока.